Я просто лучше в каждой позиции, чем я был. Я совершенно другой крапплер. Я не думаю, что он вообще верит в то, что он говорит, ты знаешь? Я вижу его руки, он шаг. Доброе утро! 20 февраля 2023 года. У нас есть еще как минимум сутки, чтобы порадоваться хорошим новостям. Если вы смотрите этот выпуск в любой другой день, пожелания доброго утра уже могут не работать. В эфире Ньюзости о том, что было, будет или могло бы быть в мире джиу-джитсу и в мире российского джиу-джитсу в частности. Сегодня в выпуске. Иван Чумаков недоволен работой короля Партера? Дайте кумиру красиво уйти! Меньше недели осталось до главной зарубы между Гордоном Райаном и Филиппом Пеном. Новинка на сайте БЖЖ Скул Онлайн. Выводы из хайпов недели на БЖЖ Фрикс ВКонтакте. Жесткий вызов стенка на стенку. Всякие приятные мелочи, анонсы главных событий и не только. На прошедших выходных прошло два турнира. Один в Москве, другой в Санкт-Петербурге. Очередной король Партера и рок-н-роллинг по-питерски. Сегодня в Москве турнир проходит, король Партера называется. Что скажешь вообще по организации? Я недоволен. Качественным турниром? Нет. Со старчей? Уровень далек от непрописки. Уровень чего? Организация? А 100? Да. Вы порекомендуете вообще к участию? Я же не знаю. Я понял. Я просто планирую поучаствовать. Вот только есть твоя борьба под ними туровень этого турнира. Сомневаюсь. На это все надежды. Что особенно бросилось в глаза на последнем короле Партера, это наличие черных поясов в сетках и на татами. Даже аж самого Дауда Альбертовича Адаева, которого мы давненько не видели на турнирах, но и ему с его статусом это не очень-то и надо. И, как и стоило ожидать, он забрал таки золото в своей возрастной весовой категории. В общем, категории на короле Партера все насыщеннее заполняются, старшие дивизионы набирают обороты, и даже в разделе Мастерс. И это не может не радовать. Я вчера, когда с Даудом боролся, я понял, что, типа, как между нами была разница, когда я был белым и черным, то вот сейчас я черный, он черный, там-то такая же пропасть. Что касается Питера, то первое, что я вспоминаю, это то, что питерская команда WG Freaks заняла второе командное место по детям и четвертая команда место среди взрослых. Несмотря на то, что выступал всего четыре человека. Но, с точки зрения глобальных новостей, это, конечно, не имеет никакого значения. Пока не имеет. Рок-н-роллинг от Russian Grand Prix Sport Association уверенно набирает обороты и расширяет географию. Турниры в Питере перешли из категории экспериментальных в категорию традиционных и регулярных. Кстати, следующая остановка – Казань. И, как следует понимать, ближайший рок-н-роллинг пройдет в Казань. Ну и важно помнить, что ближайший шанс урбануться и гарантированно получить медаль – это турнир до сдачи, который состоится 26 февраля. Регистрация еще открыта для всех желающих испытать себя в борьбе с Ambition Only как в ГИ, так и в НОУГИ. Регистрация, разумеется, на shakosport.com В прошедшую неделю у нас в группе BG Freaks ВКонтакте развивались жутчайшие холивары. Правда, на все те же старые темы. Ах да, если вы вдруг смотрите нас сейчас на Ютубе и не подписаны на наш паблик, на нашу группу ВКонтакте, вы очень многое теряете. Ну и справьтесь немедленно! Так вот, пара статей к формате «Народный автор», где мы даем возможность поделиться своим экспертным мнением всем желающим, как обычно, привлекла всякого рода спорщиков и специалистов в стиле «Я у мамы разбираюсь в единоборствах». Сейчас не будем касаться дебатов о том, что женщина не должна иметь губы, а должна рожать и желательно уплететь в процессе варки борща. Обратимся к статье от Володи Пивоварова на тему легитимности и нелегитимности черных поясов, которая особенно подожгла зады некоторых персонажей. Кто заслужил, кто не заслужил и так далее. Понятное дело, что неадекватов, живущих в своих личных фантазиях, эта тема очень возбудила. Как водится, пыль поднимали знатно, а дебаты, так же, как водится, дошли аж до угроз админам в личку. Если вы эти статьи и комменты еще не читали, обязательно почитайте. Но важно то, что Евгений Чехов тут же выступил с коммерческим предложением, чтобы создать таки прецедент продажи в России черного пояса. Я тут почитал комменты, прекрасная запись, жопа разжигающая про легитимность поясов очередная. Ну, тема та же самая, просто люди новые. Я готов за миллион организовать черный пояс любому. Калькуляция такая. Месячный абонемент у меня стоит 10 тысяч рублей. Пускай два месяца в году это болезни и отпуска. Ну, в среднем. 10 лет по 100 тысяч без поправки на инфляцию. Миллионный черный пояс с подписью, сертификатом и всем чем угодно. 30% скидка, 700 тысяч сегодня и через 10 лет черный пояс без посещения тренировок. Как в царской России. Просто будешь числиться у меня в зале. Даже иногда будем тебе организовывать соревнования, на которых ты будешь пятые места занимать. Кажется, звучит выгодно. Точно нужно брать. Дайте два! Вообще, люди, которые задают много вопросов касательно джиу-джитсу, им это не мешает вообще посмотреть в реальную жизнь и позадать те же вопросы туда. Вот те вот дураки, которые по фигуру дали пояс, они не уступают на соревнованиях, возможно, они обладают компетенциями. Они могут пойти, в принципе, в любую большую компанию, пойти к большим начальникам. И окажется, что люди, не сильно обладающие компетенциями, да, и не что-то сильно умеющее, просто за мысль в уголе стали большими начальниками. Так что пояс по буржу, когда человек получил, и он что-то там не умеет, или кого-то победить, не может, это самое безобидное, да? То есть все эти вопросы можно направить в реальность, найти там очень много чудных открытий для себя, как бы, навесить переживать по этому поводу. А касательно дураков с комментариев, я, типа, обладаю там, да, с друзьями где-то, социально известными, да? Скажу так, вот, любой вот известный человек, да, любят, ну, Бадюком стебаться, да, что он там все, он всего спорта 9 штук дал, да? Это с одной стороны. А с другой стороны, Бадюк с своими передачами с какой-то общественной работой, кучу людей привлек вообще к спорту, к здоровому образу жизни, да? Он вот площадку у себя во дворе построил, крутую площадку спортивную, выдал, б**ю, себя во дворе спортивную площадку построили, ну вы что-то вообще в жизни полезное сделали? Кроме как вот самообеспечение себя работает, да, там и писанием комментариев в интернете, он говорит, фу, типа, осуждаю, надо его разоблачить, ну иди да, б**ь, ладно, там людей вовлекать тебе-то еще рано, ты иди в детскую подношеку, ну, спортивную площадку построить, ты иди просто лопатой 2-х подметей, сделай какую-то вот социально полезную вещь, а потом ты будешь об этом рассуждать. Поэтому любой социально активный человек, который своими действиями склонил, привлёк людей к чему-то хорошему, он в принципе молодец, да? От комментаторов на ютубе есть польза. Это х** не нужно. Кстати, там же в комментах, но уже к другому посту, разгорелся диалог между Александром Редвановым из Гаджиры и Юрием Маркидином из Твери. Потёрли, поторговались чё-то и сошлись на согласии замутить дуэль двое-надвое на ближайшем рок-н-роллинге в Москве 9 апреля. Если звёзды сойдутся, то Юрий Маркидин сразится с Редвановым в ГИ, что для Юрия необычно. И Володя Тельнов также выйдет против спортсменов Гаджиры. Кто это будет, нам пока неизвестно. Сам Владимир Блюм пообещал подобрать соперника. Мы, кстати, не исключаем возможности, что Вова сам за эти два месяца скинет вес до необходимого дивизиона. Но это не точно. На конец недели. На 26 февраля по московскому времени назначен очередной и, разумеется, исторический бой между Гордоном Райаном и Филиппом Пеном. Это принципиальное противостояние длится уже с 2016 года. Началось всё с того, что в суперматче в студии 540 Пена задушил восходящую звезду Гордона Райана. Тогда он даже бросал вызов Гордону побороться в ГИ за 20 косарей баксов. Но что-то не срослось. Райан так и не нашёл ГИ по вкусу, а выступать, в чём спонсоры послали, не захотел. А может и не в этом причина. Позже на ADCC 2017 в финале Абсолютки Филипп снова одержал победу. Райана это ясное дело не радовало. Они долго водались в интернетах, сошлись на том, что зарубится снова с новым раскладом сил. И только в августе 2022 года кидание какашками в интернете материализовалось в реальную встречу. Соперники встретились на хуй с number one, поборолись, но жутко огорчили публику. Филиппи Пеннер, не успел, он не успел. И теперь он снова вернулся. Приклипи Пеннер заходил, но киде до конца. Филиппи Пеннер, ловит его тяжело, он только полетул, но ещё с твоей встречи. И еще с твоей встречей, но в августе Севергия таком, они снова вернули. Я думаю, что туда медлено с моим переменем. Я чувствую, что там тряпили в этом матче. Да, вы можете сказать, что это было довольно even, но после Филиппе... Габриэль Мачинс получил конкурс 44 минуты и 41 секунды. Видишь, Филиппе Пеннер решили, что достаточно. В любом случае, победа так или иначе досталась Гордону. Это все, ребята, спасибо, извините, извините. В любом случае, победа так или иначе досталась Гордону. Теперь назначен четвертый матч между Пеной и Гордоном Райаном. Филиппе для этих целей переехал в Сан-Диего и тренируется с командой Андрея Гальвао и считает это лучшим решением, способным привести его к победе над королем Райаном. Матч запланирован и анонсирован как встреча без ограничения по времени по правилам Submission Only и ставки на Пену невелики. Но вот знаете, на какой мысли я себя поймал? Я хотел бы, чтобы Филиппе Пена выиграл. Выиграл и мог спокойно уйти на пенсию. Ну как ни крути, этот парень легенда. И мое личное мнение, легенда должна уходить вовремя и красиво. И вы знаете, скорее всего других шансов сделать это подобающим образом у Филиппа Пена просто не будет. Ну, проиграет он Райану. И молодые фанаты грэпплинга и короля в частности просто заплюют всю спину уходящему в закат Филиппе Пена. Ну а это как-то некрасиво по отношению к такому человеку. К человеку, реально заслужившему в свое время свое признание и свое место в истории нашего спорта. Ну или не до спорта кому-то откроется. Что касается Гордона, уверен, что этот парень еще не раз возьмет свое. Вот отсюда мое желание. Я хочу, чтобы Пена выиграл и ушел на покой спокойно и красиво. За красоту. А пока Филиппа усердно пашет вместе с командой Гальвал, Райан подбирает витаминчики. Ну а как все пройдет на самом деле, хз, увидим уже в воскресенье, если интернет не отменят. Кстати, на этом же ивенте 26 февраля будет и масса других интересных поединков. Обязательно следите за лентой и вы все увидите. Ну и, по крайней мере, будет что обсудить в следующем выпуске. Опять же, если... На прошлой неделе мы подробно и в красках рассказывали о предстоящем Кубке Московской области в рамках официальной версии джиу-джитсу. Который состоится 1-2 апреля в Апрелевке. Ну, как бы это ни звучало, и каким бы совпадением ни казалось. О предстоящем Кубке Московской области по джиу-джитсу. Сто косарей за первое командное место. Но это нифига себе. А еще электронная регистрация с четким таймингом и расписанием ковра. 21 век! Основная задача задать, скажу амбициозно, но задать новые стандарты в официальном виде спорта джиу-джитсу. Чтобы люди чувствовали, что им это интересно и это было привлекательно. И от официальной версии у людей оставались очень приятные впечатления. И действительно, описание турнира получилось настолько красочным и вдохновляющим, что нам в админку посыпались вопросы и негодование с элементами сожаления. Но вот, для подмосквичей опять все самое классное, что же делать нам, жителям других регионов. Мы задали вопрос Евгению Коротких о том, могут ли спортсмены из других регионов и других областей принять участие в данном мероприятии. Алексей, доброе утро! Могут участвовать все желающие, поскольку это открытый кубок и он не является отборочным для участия в более высшестоящих мероприятиях. Поэтому все граждане РФ от 10 лет и старше могут участвовать в этом мероприятии. Всех ждем! Welcome! В общем, подытожим и зафиксируем. Кубок Московской области доступен для всех желающих граждан РФ от 10 лет и имеющих белое ги. Еще последуют подробности по данному событию. Более того, мы разыграем даже парочку бесплатных путевок на этот турнир. Следите за лентой, оставайтесь на линии. И мы с пути кривого ни разу не свернем. Фанада будет снова, пойдем кривым путем. Фанада будет снова, пойдем кривым путем. О чем еще хочется сказать, чтобы заполнить паузу? В коллекции каталога сайта BG School Online появился новый крутейший семинар от Загидова Глутинова. Пока мне прям все очень нравится и все техники, они прям... То есть, что-то где-то я в момент так знал, а что-то для меня прям, ну, вау. И для тех, кто смотрит этот выпуск вовремя, кто досмотрел до этой минуты, сайт BG School Online подарит специальный промо-код для покупки видео-версии семинара Загида Глутинова по специальной выгодной цене. Вот, собственно, и сам промо-код. Записали, запомнили, сожгли бумажку с записи. В общем, оставайтесь на линии, ваше внимание очень важно для нас. На этом пока все. Передаем эстафету новостей более авторитетным спикерам и уже настоящему телевидению. И при этом держим пальцы и искренне надеемся на то, что в следующий понедельник мы снова будем говорить о хороших новостях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...